Меня зовут Данил Мишин, мне 21 год, я занимаюсь, у меня сеть хостелов своя. Формат хостел — это формат молодежной гостиницы, где ключевым отличием от обычного отеля является то, что в одном номере проживает несколько незнакомых людей. Сеть Bear Hostels — это сеть из трех хостелов в Москве, четырех хостелов на Украине и одного хостела в Перми. Онлайн-история по-прежнему для нас основной источник привлечения клиентов, новых клиентов. Мы точно так же, как и все, пользуемся социальными сетями. Мы работаем со всеми западными системами бронирования, у нас есть сайты, мобильная версия. Большое внимание уделяем автоматизации как фактор сокращения своих издержек. И сокращая свои издержки за счет автоматизации, мы понижаем свои цены. Что я имею в виду в конкретной плоскости? Сейчас мы работаем над созданием прототипа терминала по заселению в хостелы. Это полноценный автоматизированный ресепшн, только без человека. Вот эти вот задачи, которые мы выполняем, они позволяют нам снижать нашу себестоимость и, соответственно, постоянно снижать нашу цену для гостей. Эффективность в бизнесе, если вот сейчас отбросить красивые фразы, которыми бросаются часто предприниматели, она связана не с изобретением велосипеда зачастую, она связана с тем, чтобы хорошо выполнить то, что уже придумано. Потому что большое количество бизнесов, стартапов, предпринимательских идей, они рассыпаются не на этапе визуализации своей идеи, а на этапе ее реализации. Есть два ключевых заблуждения, которые у меня были и с которыми, в общем, неплохо было бы работать. Заблуждение номер один, которое у меня было, это то, что перед тем, как запустить бизнес, надо много думать. Мне кажется то, что если очень много думать перед стартапом, если очень много о нем читать, если много его обсуждать с разными людьми, то есть высокая доля вероятности его не запустить. Я знаю огромное количество людей, у которых были блестящие идеи, которые рассыпались на этапе обсуждения их с родителями, с друзьями, с братьями, с сестрами, конкурентами, консультантами и так далее. Как в бизнесе, да, прыгаешь с парашютом, откроется, не откроется, вот такой вот некий аматюризм должен быть. И второе, это предупреждение насчет того, что на Западе легче делать бизнес. Мне кажется, что в России можно делать бизнес, в России хорошо делать бизнес, в России вполне цивилизованные, понятные правила игры. Да, есть некоторые особенности, но в целом абсолютно нормальные прозрачные правила игры. Но при всем при этом маржинальность бизнеса, доходность, чистая прибыль гораздо выше западная. Поэтому, тратя точно такой же объем энергии, мы здесь зарабатываем больше. Поэтому я бы выкинул все эти бредовые деньги насчет того, чтобы открывать бизнесы в конкурентных зонах, в Америке, Великобритании, Европе и так далее.